А какой будет официальная реакция на продолжение блокады? Все-таки Украина уже недополучила сотни тысяч тонн угля, Укрзалезница несет убытки на десятки миллионов гривен, а украинцы действительно могут столкнуться с дефицитом электричества. Да и просто, вот как должна реагировать власть на те действия, которые сама же называет незаконными? Все эти вопросы можем адресовать Георгию Туке, заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий. До назначения на этот пост Георгий Тука почти год возглавлял Луганскую военно-гражданскую администрацию, так что не понаслышке, знает, что происходит в зоне АТО. Георгий, здравствуйте, спасибо, что присоединились. Ну, похоже, политики не хотят прекращать блокаду. Каким будет ответ власти на это? Все дело в том, что мы сейчас слышали выступление господина Березюка, она чистой воды политика, ничего не имеющего общего ни с экономикой, ни с интересами государства. В среду произошло заседание энергетического штаба. Там были озвучены нашими энергетиками цифры. На одной из теплогенераций, которая обеспечивает теплом, областной центр, угля оставалось на 4 дня. Кроме того, уголь – это далеко не только энергетика, это еще и металлургия, про которую почему-то товарищи, которые инициировали все это движение, вообще не упоминают. В этой отрасли состояние крайне плачевно. И представители компаний, которые занимаются, ведут свой бизнес в этой сфере. На энергетическом штабе докладывали ситуацию. Перспективы, мягко говоря, не очень хорошие. Опять-таки, господин Березюк сказал, что уряд уже приступил к переговорам с теми, кто организовал блокаду. Да, премьер-министр выступил с такой инициативой. В ответ продзвучали демонстративно два требования. Требование первое – освободить заложников. Требование второе – принять закон об оккупированных территориях. Ни к первому вопросу, ни ко второму правительство не имеет никакого отношения. Георгий, хорошо, если вот диалог не выстраивается, как вы говорите, я понял, Георгий, но если диалог не выстраивается, как вы говорите, возможен ли тогда силовой вариант решения этой проблемы? Организаторы чуть ли не каждый день заявляют, что власть к этому готовится, а вот у них есть оружие, даже они намекают, чтобы противодействовать. Знаете, если власть до сих пор этого не сделала, то, давайте говорить честно, власть демонстрирует, с моей точки зрения, невероятное терпение. Я считаю недопустимым, когда группа людей ставит в положение непонятное всю страну. Если в начале отопительного сезона мы занимались решением, ну, мягко говоря, очень таких щекотливых вопросов, ища выход из ситуации, когда блокаду осуществляли террористы с той стороны, 45 дней Украина не получала ни одного вагона угля. Тем не менее, нам удалось войти в отопительный сезон и пройти его без срывов, то сейчас наши же сограждане, нас, правительство, опять поставили в такую же ситуацию. Я считаю, это просто недопустимо. А что считают жители прифронтовых территорий? Вам известно, вот как они на это все реагируют? Все-таки вот эти действия могут ударить по ним тоже? Ну, несомненно, по ним не могут ударить. И ударят, скорее всего, в первую очередь по жителям Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Конечно, до Львова эти события никаким образом не коснутся и не докатятся. Поэтому, ну, я бы не хотел сейчас нагнетать обстановку, рассказывать, что люди думают, что люди говорят. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши граждане Украины, которые работают в первую очередь на металлургических предприятиях, которые расположены на Востоке, чтобы они не ощутили последствий от возможных последствий вот этой вот акции. Понятно, спасибо. Ну что ж, будем смотреть, наблюдать, как будет развиваться. Это очень непростая ситуация. Вам спасибо за ответы. Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, отвечал на мои вопросы. Продолжение следует...